мир вашему хату миром божьим принимаем приветствую брат мой так это наш друг пчеловод мы к нему гости приехали он и конструктор и технолог и все делает итак сегодня он нам покажет расскажет у него немножко пчел есть опытный старше меня вот он сделал медагонку интересную сделал вот пожалуйста сюда покажи вот видишь это стиральная машинка была со стиральной машинки сюда загляньте вот такая вот стиральная машинка была он вытащил с нее все что требуется и вот этот пластиковый каркас он предприменил радиальную медагонку сделал хороший человек да но это второе уже давай покажи эту первую которую ты сделал тоже со стиральной этого на днях дела это он пользовался уже степан батькович вот пожалуйста она плачная покажи рамочку как ставится рамочка сейчас вот это на две рамки ставится вот так вот так ставится это было меньше диаметра низкая стиралка и не можно было вертикально поставить он приспособил ее это сама розетку включать розетку сейчас он покажет как она работает значит это у нас дамер регулирует это какая-то самая на электричество лампочку вы меньше больше начинается самом на выключателе такой дамер стоит здесь вот видите она вот так крутится вот надо больше это когда вы лампочку крутите это в магазине продается это под коробку под лампочку больше меньше видите меньше стало вот еще чуть-чуть вот эти вот медленнее крутится выключили другую сторону другую сторону выключатель сделан сам электрик вот и крутится в другую сторону сколько здесь набирается емкость галлон ч2 можно 2 до 10 литров до 10 литров тут очень низкий это самое подъем и не не хватает ну до 10 литров вот тут краник он сделал кран вот открывает ставить сюда сливается баночку куда угодно это была первая модель у него со стиралки потом он подумал подумал и решил сделать побольше ну и надо ворочить здесь ну естественно это переворачиваться рамки поднял перевернул поднял перевернул выкрутил его в обе стороны я подумал две стороны думаю может у нас крутится вот так ну да ну да думаю с половиной то есть все стороны если она бьет в одну сторону а может не до конца а в другую переключил когда она получается очень хорошо теперь еще не вне покажу какие тут гайка такая ручная можно открутить и это снимается чехол вы сами делали да те это сам молодцы видите вот было и того это стиралка все вот это все что это со стиралки да да все 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 здесь было никаких проблем вот и низкий вот скид там то еще на стиралка бил вот я такой моторсика поставил вот моторчик подсоединил и все у нас снизу а это сделал специально покажи еще немножко покажи вот и как она устроена вот сеточку это из тоже за стиралки барабан то еще заходил с дырочками таки да 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 вот такой большой барабан наподобие наподобие вот то я с него вырезал то что носить надо надо базу вот эту и прикрутив дырочки прошверлил а это уже сделал каркас согнул каркас кассету подогнал вот и все и и отлично получилось она тут специальный конус она тут на этот тот же самый барабан остался все это самое очень легко и удобно если кому-то срочно надо использованная стиралка пожалуйста главное что это самое вы ей уже пользовались я пользовался где-то горел 5 наверное 5 годов где-то уже пять лет уже пользуется человек вот так закрывать а ну можно наклонить какой-то мотор скажи какого качества моторчик там вон моторчик из хлебопечки моторчик моторчик хлебопечки электрическая хлебопечка вы видите простенький шкивок то все осталось шкивок остался тот самый а только подогнал сюда вот этот самый ремень и все и с моторчиком укрепил сюда вот видите вывел концы на это на регулятор да еще и все напряжение 220 не менее 127 на 120 120 его 110 110 115 у нас напряжение это специально накрывать хорошо а это что у вас тут за медогонка ну а это значит уже радиальная о видите там была простая здесь радиально а ну покажи как она у вас работает значит там такой барабанчик я потом его ему покажу как он ну что вставляет пару рамочек вставьте на про на противоположное чтобы она видна была вот видите пазы для верхнего брусочка она вставляется а здесь вот это именно на на круг крожится специальные ушки их можно на заклепки идти на на сварки на сварку обо на сварку я носить так на сварку брат на сварку сделал пчеловод немножко диаметр это бочки маловатый конец немножко поэтому у него в притирать притирочку все помещается он хочет параллельно поставить чтобы можно было включить и чтоб не убили не было надо ставить чтобы не было биение и сейчас покажет как она работает эту носить пока две можно так модель камеру хоть восемь штук по 2 ставится на на каждой четвертую часть так само тут носить видите то же самое точно такой даймеры который электричество регулирует больше лампочку меньше в магазине продается главное чтобы по ватам все подало надо по 2 ставить она выскочила 1 и 2 выскочила потому что они когда 2 стоят они упираются держат друг друга а так она видите одна одна по одной не годится она потому что придавила на бок и и потому что по одной поставили этой рамочке надо 2 тогда то есть 4 надо поставить на место поставлю восемь штук только надо вовсину заправить ставится вот так вот теперь вторая вот следующая там ножики можно надо по 2 став правильного а вот так с этой стороны две подожди не все все вот еще с этой стороны просто чтобы упор был чтоб нам не не возюкаться длительное время вот вот она будет упор все это он на дня сделал еще не опробовал ну в принципе он показал что система работает все все крутится все крутится все вертится видите малые обороты больше обороты меньше тут уже больше было здесь не так тут помощнее моторчик стоит вот так работа и так теперь другую сторону тоже переключил хорошо а как она разбирается покажи и расскажи это сама вот значит здесь коробочку сделала с пластика этот магазине в алмарте 5 долларов даймер который регулирует значит напряжение это выключатели чтобы менять фазы значит влево право переключать обороты да вот сюда поставить два выключать и этому что там значит сколько он мощности сколько на моторчик моторчик 180 ватт а здесь а здесь и 150 ватт до 600 максимум отлично значит это выдерживает сопротивление там же да так что вы поняли смотрите по мощности чтобы моторчик был меньше по мощности а это мир побольше и все на все просто на так само носите рамки вынимается на радиальная недогоночка вот так он вынимает рамочки со стиральной машины использована стиральная машина на ничего не стоит часто выкидают ее ну да так что можно у кого есть ли голова работа поработать теперь покажи моторчик наклони заряд а моторчик вот с этой стороны вот с этой как он устроен шкивок рассказывай здесь шкивок на почипнику заделал вот и моторчик прикрепил моторчик на меня такой моторчик она нашел нашел да ясно вот там нас и соединяется трубка закрепил трубку на этом валу и трубку ставил штырь штифок и соединяет я щас покажу а значит для чистки тут открывается чтобы помыть после качки меда да 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 все маленькие ага мальчик вот здесь вот так вот вот это все вот тут стоит именно почипничок вот почипничек вставлены видите одевается сюда прям на поле и она держит все закрепили на на такой носить поперечки тут покрепить сюда и сюда а вот это вот пластик он специально пластик я уже пластик потом прикрепил вас он закрыть ну но сначала поставил металлическая вот это вот швелерок металлический на болты вот сюда и в него прикручена вот такая вот эта база которая имеет подшипники одевается сюда короче продумал человек хорошо пока значит устройство все вымагается прямо это вы сами сделали да все сам это на 16 миллиметров толщины кругляк здесь разрезаны вот там стоит трубку сиденье ту трубка из гвоздиком посредине и сюда попадаю на упас чтоб держал пазда что дальше понятно это вы все сварили а то кружечек сборив приварив носить и это все варили гнули все сами две полоски купил в магазине металлическая металлическая 3 миллиметра на два с половиной 250 миллиметра ну понятно вот чуть-чуть наживили видите чуть-чуть сварочка если имеет возможность человек наживил вот сделал вот это самое пазочки чтобы вставлять это самое те я начать пазки тоже по привару сваркаю вот можно их делаете разум можно начать на нашу рупики взять можно на заклепочки ну кого какая способность как а здесь стоечки между ними шестерки для крепости чтобы держалась а здесь где-то десятка 9 миллиметров ну короче человек все продумал сделал повозился ну здесь корпус значит этот корпус и у машинки бил но меня и краску был таки подшипник я сюда поставил подшипника а в середину подшипник пластмассовая такая тоже . да и он как раз туда зашло и сюда я просверлили дельку и начать вставляется свободно а для соединения чтобы носить он то я канавки прорезал чтобы она держала вот и здесь вот он вот она шпилька торчит и здесь и она садится и прямо на подшипнике вибрируется хорошо хорошо а ну закрывать здесь смотрели на чего только смотрели а это кран открывать сливать сделал сам работает говорит хорошо краны вот такие краны делает сам как говорится человек специалист вот такой вот теперь обратно так само помыли собираем слили да тут я начать метушку дал чтобы попадать у разрез это это вот царапина чтобы то не царапина только ручкой фломастером фломастером нарисовано да точно попасть именно в паз и на втулку и там у нас попало тоже и крутится нормально потому что на подшипниках все хорошо теперь сюда так вот это сюда наружу вот эти ушки наружу 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 да все все а это значит крышка так и было да я не понял ну как хорошо со стиралки все захлопывается все работает автоматически оно вот пожалуйста посмотрите достоинство это радиальная на 8 рамок вот сколько здесь можно 10 литров да да от 1 до до рамок 10 литров 10 литров вмещается вот недостатки пластик может что-то повезти и прочее ну это незначительный недостаток здесь легко есть да очень легко здесь достоинство металлическое металлическое поливанное что не краска полива ну понятно понятно качественно тоже все нормально работает только пару рамочек только две рамки и надо менять их ну да да а здесь менять ничего не надо поставить все отлично хорошее новшество можно это самое налаживать производство по продаже вот легенько его удобно легко что легко перевозить удобно сам человек может поднять легко я хотел еще заснять ваши пару там уликов и гречка цветет можно пойдем посмотрим я гречку начал значит сеять где-то в средине мая ага вот то посеял вот эту часть первую потом через недельки две или три посеял снова эту часть до сих пор значит та вот цвела это начало цвестить а вот а после через где-то недельки две три посеял вот это было кусочек а здесь у меня была клубника то я вот это сейчас перекопал и посеял тут досеял кусочек а то все уже самородное после второй урожай я его не сеял это все уже зашло после а первая отцвелась уже да отцвела я значит скосил его эту косилочку и ручной дротиком ага скосил и так полежало я знаю наверное недельку лежало там и дождь и шов и и и солнце пекло жарило вот а потом взял его туда на огонь спалив значит ту солому ну это специально создали для пчел да я так понял специально для пчел ага понятно да и значит после вижу опять расчеты я его не сеял и не перекапывал ничего не делал ну да ну да это само значит хорошо а когда они берут утречком вы говорите да с утра до двенадцати с утра до двенадцати хорошо берут сейчас мы приехали уже после обеда сейчас около четырех да она только начинает хвести она как захветет все белое ага итак друзья вот медоносы которые вы можете посадить у себя дома вот и мой друг пчеловод Степан Батькович он видите такой на все руки мастер и хочет медоносы посадить хоть медогонку сделать если будут какие то вопросы задавайте вот мы еще покажем у него осталось пару уликов он их пораспродавал ну сейчас у него два улика осталось бы уже в возрасте человек сколько вам брат степан ну семьдесят девять вот под восемьдесят лет семьдесят девять он смотрится еще молодо вот руки при месте голова работает здраво вот этот вот этот все засними вот он смотри это у него одна семейка вот хорошо вылетают почему-то замечательно довольны вот это все он сам делал днище делал только и корпус делал сам и пазочки выбирал все сам делал все сам делал человек на все руки мастер все сам делал а вот еще одну покажи у него было больше но так как он уже в возрасте десять штук продал десять штук он продал в прошлом году да? да вот а в этом году то он не здорово разгонялся ну все таки голова работает и пока живет человек и делает все ну с нами был один один остался и он поделил на две семьи так что слава богу все работает все хорошо итак друзья подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы будем отвечать если какие то нужные вещи купить там снизу под каналом смотрите на этом наше видео заканчивается до свидания